Друзья, еще раз проверим звук, как меня слышно. Отлично, ну поехали тогда, если хорошо слышно. Рада всех приветствовать. Меня зовут Алена Родионова. Видели меня в ролике, да, в укреплении на мегафоруме, до вебинара я показывала. И про что пойдет речь, увидите на слайде, да, я написала. Буду рассказывать про официальный доход, то, как мы с мужем зарабатываем в нашем бизнесе, пенсионными отчислениями, без финансовых вложений, без обмана, без лохотрона. И, собственно, не выходя из дома, возможности онлайн сейчас безграничны. Я расскажу про это, на все вопросы отвечу. Огромная просьба, самые каверсные, самые глупые вопросы задавать в конце. Конечно же, да, чтобы, ну, немножко у меня план, да, слайдов есть. Поэтому по слайдам я все расскажу, а потом вопросики. Вот. Ребят, подскажите, есть новички, кто первый раз пришел получить информацию? Есть здесь вообще первый-первый раз, кто первый раз меня видит? Ага, здорово, друзья. Я рада вас тоже приветствовать всех. И могу сказать, что получите полную информацию, да, если ее правильно обработаете и правильно в жизни начнете использовать. Жизнь поменяется, на самом деле, как она поменялась у нас когда-то. Денежек с вас не берем, вложений не требуется. Информация у меня примерно на 40 минут, поэтому покушайте, да, вопросы зададите. Давайте, поехали. Вот на первом слайде я решила свою бухгалтерскую выписку показать, да, выставить. Кто-то может сказать, что напечатанное, да, хоть что можно напечатать. У нас информация вся открыта. Я, чтобы не тратить время, сейчас не буду, сейчас пока с экрана показывать. Да, у кого есть сомнения, всегда рады показать свой банк, показать интернет, личный кабинет, да, в банке. Информация вся открыта. Так, я отключалась, да, ребят? Сейчас тут я. Связь, кстати, у нас что-то. Угу, все. Бухгалтерскую выписку привела вам как пример, да, про что пойдет речь. Если вы посмотрите, здесь за три недели последняя зарплата 171 тысяча в мае. Да, от компании Арифлэй, вы видите перечисление. И совершенно очевидно, что если где-то когда-то слышали, да, про Арифлэй, продажи по каталогу, про это я не буду рассказывать, потому что мы бизнес на этом не строим. Расскажу как можно по-другому официально, да, от компании зарабатывать такие же, такие денежки. Доход, могу сказать, не сразу, да, то есть мы приглашаем людей, можете работать параллельно на наемной работе или развивать какой-то другой традиционный бизнес, да, и параллельно выстраивать здесь доход. Вот, золотые гор не бывает, если где-то в интернете вам предлагают нелегальные выплаты на Яндекс.Кошельки и прочее, да, тем более с финансовыми вложениями, все это лохотром, все это развод. Даже если что-то где-то заработали, то это ненадолго, да, мы вам показываем перспективы на всю жизнь, да, с возможностью передачи бизнеса по наследству. Итак, в чем суть бизнеса? Вот вообще давайте любой бизнес возьмем, да, вот кто, у всех, конечно, разные ассоциации сейчас под словом бизнес, но суть любого бизнеса вообще это создание товара оборота. То есть, будь то открыли вы сеть заправок или же открыли сеть парикмахерских, да, ваша задача, как можно больше людей, чтобы к вам пришли и или что-то купили, или использовали вашу услугу, которую вы предоставляете. И чем больше этих людей, тем больше ваша прибыль. Товарооборот, если кто-то не знает, прочитайте, пожалуйста, на слайде формулировочку, я вам с Википедии сюда вынесла, да, потому что очень много людей, я когда пришла в бизнес, тоже не знала, что такое товарооборот вообще, да. Ну, что теперь знаю, да, и вы будете знать. И давайте начнем, наверное, с вопроса, кто живет в крупном населенном пункте или кто не живет в крупном населенном пункте, но по-любому когда-либо были в городе, да, вы знаете, что есть дома, есть запись. Ага, Оксаночка, многоэтажки, как пример, просто вам привожу, чтобы немножко подвести, чтобы понятнее вам дальше было, да, вот многоэтажный дом, там живут люди, да, здесь какой-то макет, я картинку поставила, ну, вот обычный многоэтажный дом. Кто живет в городе рядом, много таких домов в памяти, да, много, совершенно очевидно, да. И так как мы говорим про Арифлэйм, про средства гиены, да, я начну с вопроса, много ли людей в этом доме моются, подскажите, пожалуйста. Или, наверное, проще поставить так, кто там не моются, есть такие люди? Все моются, да, это совершенно очевидно. Все моются, все нормальные люди, да. Вот, и следующий слайд у меня, нет, давайте, ах, уже увидели, ну ладно, все равно ответили на вопрос. Ну, вот представьте такую многоэтажку, да, и примерно сколько каждый месяц люди, независимо от того, работают они или не работают, сколько, на какую сумму покупают средства гигиены. То есть вообще, если дом возьмем, да, на какую сумму. Давайте сразу подсказку, я вам раз уждала. Я примерно брала статистику в среднем, да, на тысячу, семья, да, квартира, семья из трех человек на тысячу рублей покупает средства гигиены. Это, возьмем, самый эконом вариант, потому что, если брать девчонок, которые любят себя, да, еще духи, косметика и прочее, прочее, прочее. Ну, давайте возьмем семью из, допустим, трое мужчин, да, дедушка, папа, внук, например. Вот тысяча рублей, как ни крути, да, она будет. Может, у кого-то поменьше, да, может, у кого-то побольше, ну, в среднем вот так возьмем. Этаж брала по своему дому, да, 8 квартир, итого 8 тысяч рублей. 15 этажей 120 тысяч рублей и 9 подъездов, ну, миллион рублей, да, грубо говоря, возьмем. То есть миллион рублей, даже больше, скорее всего, да, люди куда-то ежемесячно относят, потому что они покупают средства гигиены, потому что, ну, это жизненная необходимость. Ответьте мне на вопрос, почему не вам относят денежки? Почему они не покупают мне у вас, да, почему ответ простой? Потому что у вас нет точки, да, которая бы продавала косметику и средства гигиены для этих людей. И следующий момент, да, ну, прикольно, конечно, да, вот представьте себе в голове, что у вас, допустим, 10 сеть магазинов, 10 магазинов, по продаже косметики и средств гигиены, да, с одного миллиона, допустим, проходит у вас товарооборот, вы, организатор, получаете прибыль, так как вы организовали этот процесс. Было бы неплохо, да, но что для этого нужно? Нужны, во-первых, вложения, чтобы открыть такие торговые точки, да, крупные, то есть открыть магазины, нанять продавцов, рекламу дать, организовать доставку, логистику, бухгалтерию и так далее, да. То есть это традиционный бизнес, который вы видите просто повсеместно, да, и не может ничего такого случиться, чтобы вот взяли вы, да, и все магазины закрылись. И вы, как директор, соответственно, зарабатываете на этом, да, это вполне логично, да, если у вас нету этой сети магазинов, то люди зарабатывают на вас. Те люди, которые предоставили вам возможность покупать мыльца каждый месяц. Логично? Логично. Пойдем дальше. То есть вот этот метод продажи товара традиционный, я вам показала, он, в принципе, на слайде у меня обрисован, да, от производителя до клиента товар доходит с кучей-кучей накруток, да. Если вы открыли магазин, вы находитесь вот, так, карандашик сейчас возьмем. Это в последней вот категории, да, базы, склады, магазины, да. И от производителя товар приходит накрутка, вам нужно сделать накрутку, потому что вы не можете работать себе в минус, да. И до потребителя в конечном итоге товар доходит с очень-очень большой накруткой, да. То есть потребитель в много-много раз переплачивает. Если мы сотрудничаем с гигантом рынка, ой, я себя закрыла в своем видео, да, говорю конкретно про Арифлейм. Вот наши фотографии с Иваном мы были буквально неделю назад на заводе от компании Арифлейм. То есть компания Арифлейм что говорит? Вот завод, пожалуйста, да, вот вы партнеры, и ваша задача точно так же, да, организовывать товарооборот. Каким образом, я расскажу позже. Были на одном из заводов, у компании их вообще всего 5 по всему миру, этот завод в Подмосковье. А теперь мне никто не напишет, что Арифлейм разливается где-то в подвале, да, потому что я сама это видела глазами, да, как это все делается. Всем тоже рекомендую, у вас тоже есть возможность, мы ездили в команду, и у вас тоже есть возможность попасть на завод и посмотреть, как все производится. То есть в качестве мы уверены. И поехали дальше, да. То есть гигант рынка что предлагает? Ту возможность, которую все знают, да, Арифлейм, продажи по каталогам. Я не буду подробнее останавливаться, да, потому что у нас бизнес не фокусируется на этом. Ну, рекомендация продукции, да. Сравнимо, вы сходили в кинотеатр, посмотрели какой-то классный фильм, пришли домой, знакомым рассказали, а знакомые туда пошли, его посмотрели. Здесь то же самое. Какой-то кремик заказали девочке, да, или мальчики пену для бритья пришли, сказали, ой, классно, да, или аромат какой-то. У вас подружка заказала по каталогу, да, 5000, допустим, заказ собрали, 1400 на руки, да, 28% в таком заказе. То есть деньги сразу. Эту возможность вы все знаете, вы ее все видели, да, подробно не вижу смысла рассказывать. Да, хотите больше зарабатывать, хотите больше зарабатывать, делая товарооборот больше, да, больше рассказывать про продукты. Что же мы делаем, да? Компания говорит, вы можете помимо того, как делать личные продажи, да, вы можете построить свой бизнес, создавая многомиллионные товарообороты. Деньги не сразу, да, большие, те, на которые можно жить в течение 6-12 месяцев. Я вас не хочу обманывать, да, не говорить, что у нас тут есть какие-то золотые горы, поэтому говорю сразу, да, мы пришли в компанию с Иваном, первый полученный доход 280 тысяч, через 8 месяцев работы у нас был накоплен на счете, мы его получили, да, и заплатили с него налог, потому что доход у нас официальный. Как, да, это делается? То есть как многомиллионные товарообороты создают, то есть по факту, да, рассказывают. То есть наша работа давать информацию людям. Вот смотрите, сделала вам скрин с сайта Job.ru, и вы можете увидеть, что на сайте сегодня 5 миллионов 300 резюме, то есть 5 миллионов человек, которые ищут работу, да, и я пришла в компанию, я искала работу, и, скорее всего, 99% из вас сейчас сидите, да, те люди, которые ищут какие-то возможности или источник дохода. Что происходит дальше? Мы даем этим людям информацию про бизнес. Как даем? В форме такого вебинара, или же на сайте есть информация, или через скайп, да, при личном общении проводим собеседование. И даем точно такую же информацию, которую я вам сейчас рассказываю. Как думаете, мне сложно сейчас рассказывать про бизнес вам? Совершенно нет, потому что я сижу дома, у меня за спиной малыш с папой играет, да, наша семья все вместе, то есть это наша работа, я даю вам информацию. Что же происходит дальше, да, мы даем людям информацию, человек говорит, да, я хочу с вами сотрудничать, мне интересно точно так же, как и вы зарабатывать, да. Дальше мы начинаем его обучать. Но зададите вопрос, да, откуда все-таки товарооборот, если все приходят зарабатывать, да, и ничего не продавать. Ответ вам, да, откуда берется товарооборот. Я когда пришла в компанию, мне нужны были деньги. И открыв каталог, проанализировав цены, да, я сравнила, ну, допустим, молоко и мед по распродаже шампунь, да, любимому для волос 100 рублей. В магазине я, допустим, такой же категории примерно за 180 рублей покупала дав, да, и совершенно очевидно, что я поняла, что, да, на первом этапе у меня доход небольшой в компании будет, но я смогу семейный бюджет себе экономить, да. И мне это сразу стало выгодно. Вопрос тех людей, которые моются вениками березовыми, да, или хозяйственным мылом, давайте это исключительная категория людей, мы ее не будем рассматривать, да, мы берем адекватных людей, потому что на сегодняшний день по статистическим данным люди соотносят цена-качество, да. И даже в условиях кризиса девушки, которые любят себя, они не готовы брать крем дешевле, там, на 50 рублей, да, в секретах бабки Феодосии Свекловны, да, они не готовы, да, они готовы чуть-чуть переплатить, но брать качественно, качественный продукт. Поэтому берем вот среднюю нормальную категорию людей, ну, Сергей, да, я не стала уж называть, нельзя так говорить, конечно, но говорю по факту. И смотрите циферки, да, вы начинаете развивать бизнес, вы начинаете давать информацию людям, сначала вы были одни, да, я два года назад пришла в компанию, была одна, начала давать информацию людям, им стало интересно, да, у нас стало пять. И, опять, они что делали? Они не просто себе что-то покупали, они точно так же дублицировали мои действия, да, потому что BIMO стоит строиться на дубликации. И если в первый месяц у меня был вот такой вот домик, да, то спустя год, да, даже сейчас два года прошло, получилась вот такая многоэтажка. Ну, это если образно, да, выразиться. Мы по всему миру работаем, да, поэтому многоэтажек у нас таких очень-очень много. Просто я вам такую градацию, да, привела в пример. И статистика, да, 6-12 месяцев уровень директора, ИП, индивидуальное предпринимательство. Чтобы стать директором, нужно иметь в команде 25 ключевых партнеров, то есть те люди, которые не просто что-то покупают в компании, да, а вам интересны те, кто пришли зарабатывать. Товарооборот 200 тысяч рублей, 30 тысяч рублей доход. Это для начала, да. Для кого-то, может быть, покажется большой циферка, а для кого-то может показаться маленькой. Если кажется маленькой, первую справку я свою показывала, да, спустя время у вас доход увеличивается, да. Для кого кажется цифра большой и нереальной, друзья, вот вначале тоже приводила же пример традиционным бизнесом. Если вы как организатор создали магазин, да, к вам приходят люди, что-то покупают, вы получаете доход. Вы его не из воздуха берете. Здесь то же самое. Компания говорит, создавайте товарооборот, и мы будем вам платить. Потому что компания так развивается на рынке. Такой метод продвижения товара. То есть компания не тратит бешеные деньги на рекламу, да, вы видите, просто по минимуму, да. Компания тратит эти деньги на выплаты своим партнерам. Это все в договоре закреплено. То есть здесь нет такого, что вот на словах какие-то договоренности. Есть договор, у которого есть наши обязательства, да, ваши обязательства и обязательства от компании. Все юридически закреплено. И цель в бизнесе, как наша, так и ваша, да, это обучение директоров. То есть вот пример, да, создание таких товарооборотов, многоэтажек, допустим, да, чтобы люди делали товарообороты в компании. Чему обучаем? Вот как я уже сказала, да, нам интересны предприниматели будущие, да, вырастить из новичка предпринимателя. Ой, опять пролистнула слайд. И вот скажите, возьмем, допустим, продавца в магазине, да, магазин Новокс или бытовой химии, косметики, среды гены, продавца. И должность директора. Чем директор отличается от продавца? То есть чем предприниматель должен, какими навыками? Я жду от вас ответы, да, можете писать. Какие навыки должны у него быть, чтобы он мог развивать сеть своих магазинов, допустим, да, увеличивать. Не только там создать, да, увеличивать, строить еще больше, 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 развивать, да. Какие навыки, то есть отличительные. Ответственность, лидерство, управленческие, да, целеустремленность, лидерство. Молодцы, молодцы, подсказывайте. Хитрость. Ну, хитрость, немножко остановлюсь, да. Хитрость может быть в традиционном бизнесе важна, да, если сравнивать с нашим бизнесом. А никогда его не построите, если вы пришли уже с хитростью или какими-то не очень хорошими человеческими качествами. Потому что здесь получится развивать его, и будут результаты, если вы честный, если вы открытый, позитивно мыслищий человек, который готов помогать другим людям. Потому что, еще раз повторяю, да, наша работа выращивает директоров. То есть у нас здесь невыгодно топить другого. Если вы пришли новичком, вас пригласил ваш спонсор, ему выгодно, чтобы вы начали здесь зарабатывать. Дальше у меня еще слайд будет, да. Не просто что-то покупать или числиться в системе, как просто, да, молчаном с уснушкой, да, чтобы вы здесь в первую очередь начали зарабатывать. Потому что за это компания платит денежки. Честность, коммуникабельность. Алисочка, да, задаете вопросы, очень-очень, наверное, правильные, да, на которые можно получить ответы. Я вам рекомендую зайти сначала, потому что я про все проговорила. Если я сейчас буду повторять, то 150 человек будут ждать, да, и слушать то же самое. У нас время не резиновое. Поэтому зайдите. В 21 час в Москве точно такой же вебинар, только спикером буду не я. Там полную информацию получите. И давайте пойдемте дальше, да. Вот правильно вы написали, чем должен предприниматель обладать, какими навыками, да. Мы обучаем, да, и потом ваша задача, когда научитесь этому же обучать своих партнеров, лидерство, коммуникации, да. Лидер, допустим, человек никогда не будет, который будет говорить, ой, сегодня мне не захотелось там что-то делать, да. Лидер – это тот человек, который берет на себя ответственность. Коммуникация, с людьми коммуницировать. Я когда пришла в бизнес, вот даже мне сейчас не верится, но я не умела общаться с людьми. На аудиторию, вот сейчас рассказывать информацию, для меня это было очень дико, потому что я краснела, бледнела, тряслась вся. И последнее выступление на мегафоруме, 7 тысяч человек, Крокус Сити Холл, да, мы с ним справились. То есть я личностно выросла за два года. Личностный рост, да. Да, финансовая грамотность очень тоже важна, потому что когда у нас партнеры начинают зарабатывать хорошие денежки, да, допустим, там раньше доход был 10 тысяч рублей, сейчас у директора 50 тысяч, 100 тысяч рублей, очень важно правильно его использовать, потому что не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, сколько у тебя остается при этом денежек, да, потому что источников дохода нужно очень много, но это тема отдельного вебинара, у нас Дмитрий Гармин, отличный вебинар по финансовой грамотности отдает, да, мы сами, в принципе, этому учимся, потому что еще молодые, туда-сюда, да, доход хороший, хочется все сразу, да, но мы учимся. Позитивное мышление. К кому люди тянутся, да, если вы приглашаете в бизнес, то, конечно, пойдут к человеку, который позитивный, открытый, улыбчивый, да, никогда не пойдут к человеку, который там замкнутый или сквозь зубы разговаривает, хамит, матерится и так далее, да, то есть за хорошими людьми приходят хорошие люди. Организация планеров, то есть здесь организаторская деятельность, проведение вебинаров подобных, создание информационных рассылок, ведение скайп-чатов, ютуб-каналов, всему этому мы обучаем бесплатно, ни за что денежки платить не нужно. И мало того, тоже такое отступление, мы когда пришли в бизнес, у нас с Иваном была только идея, да, здесь можно зарабатывать. На тот момент, когда мы пришли, большинство партнеров компании развивали бизнес через офисы, то есть офлайн, да, называется, то есть обучение в офисе, мы пришли, нам было интересно через интернет развивать бизнес, и вот такое обучение, которое сейчас проходит, да, никогда бы, если бы не было интернета, мы бы не смогли проводить, сидя в офисе, да, у нас есть партнеры-директора, которые живут на Кипре, которые живут в Египте, так как бизнес позволяет, да, жить за границей, они бы никогда не смогли приехать в Алтайский край, в город Барнаул наш, да, чтобы получить информацию, да, через Ютуб-канал приходят люди, это очень классный метод, вы развиваете. Вот, и когда мы пришли в бизнес, у нас была идея, да, и организовать обучение, рассылки, вебинарные комнаты, нам приходилось финансово вкладывать. То есть вот вебинарная комната, в которой вы сидите, она стоит денежки. Сейчас же, так как у нас система уже налаженная, отработанная, да, наши партнеры уже зарабатывают, вы, будучи новичками, и ваши новички, которые приходят, им не придется ни рубля вкладываться, вот, на вебинарные комнаты, на рассылки или так далее, да. Есть какие-то методы, которые, может быть, требуют, да, каких-то денежек, допустим, на телефон позвонить, но это все есть выход, да, который минимизирует затраты. Всему этому обучаем, да, и вам потом обучать своих партнеров. И, смотрите, статистику сразу вам говорю, можете сказать, как тут все здорово, как тут классно, да, почему же не все тут. Не все тут, и это нормально, все не нужны. Вот статистика, допустим, 10 собеседований провели, кандидатов в бизнес, из них 5 регистраций, привожу ребят среднюю статистическую, да, партнеры просто напишут, может, у кого-то плюс, минус, да, средняя статистика. 5 регистраций, один человек начнет работать, повторять вас. Из 100 начинающих у вас будет 5 директоров. По доходу 5 директоров в вашей команде, у которых доход от 30 тысяч рублей. У вас каждого пассивный доход от 10. Я в тонкости маркетинг-плана на этом вебинаре не буду вдаваться. Маркетинг-планы есть на сайте, есть отдельный вебинар, запись вебинара, да, циферки, не буду вдаваться. И, если честно, я человек, который с математикой не очень сильно дружит. У меня муж Иван, то есть он совершенно по-другому, да, мыслит. Ему, если бы сейчас рассказывали про цифры, да, сколько процентов, он сразу понял, да, он в компанию пришел, он сразу понял цифры и сказал, да, я здесь буду развивать бизнес. А я нет. И я думаю, наверное, большая часть из вас, да, людей, которые сидят и в процентах не сильно понимают. Может быть, я ошибаюсь, конечно, себе, по себе людей не судят, конечно. Вот, поэтому маркетинг-планы не рассказываю, говорю, вот, примерно, как есть, да, пассивный доход, почему? Потому что, когда вы обучили человека зарабатывать здесь, у него 30 и больше 1000 доход, его отсюда метелкой не выгнать. У нас директорская команда, более 30 директоров уже за 2 года, да, которых мы обучили, их отсюда не выгнать, меня отсюда не выгнать, потому что кайфы все, вот пишут, ага, они подзнакивают, кайфы все, сидя дома с ребенком, да, зарабатывая официальный доход, никого не обманывая. Ну, просто кайф, да, еще и путешествие, бесплатно дальше про это расскажу. Поэтому у вас товарооборот не только будет, да, проходить, он еще и будет расти. Доходы партнеров растут, и вам от этого выгодно, и ваши доходы растут. Ну, так примерно на пальце, да, объясняю. И хотелось бы немножко остановиться на квадранте денежного потока. Друзья, кто еще не читал книгу, даже если вы не примете решение, да, быть с нашей командой, прочитайте для себя Роберт Киасаки, квадрант денежного потока, это великий инвестор, бизнесмен, который очень четко расписал, откуда берутся все деньги в мире, да, то есть доходы вообще распределяются. Вам эта книжка в жизни очень сильно пригодится и изменит мышление, вообще по-другому будете относиться, очень она вам поможет. То есть сектор Р, это наемные рабочие. Вот скажите, кто на наемном труде работает, может быть, сейчас или работал, я раньше работал, да, Иван работал. То есть что это значит? Вы работаете, вам платят зарплату. Случилось какое-то ЧП или там, ЧП, состояние здоровья, может, приболели, ангина, да, дома сидите, денежку вам не платят, да, то есть уволили, не платят, то есть работаешь, деньги платят, не работаешь, деньги не платят. Сектор С, собственник, то есть предприниматель, мелкое предпринимательство. Схоже с наемным трудом, потому что если вы открыли, вот многие не видят границы между бизнесом и предпринимательством. Предпринимательство – это когда у вас один комок, допустим, да, ларек по продаже, там, алкогольных напитков, например, да, и крупный бизнес – это сеть автозаправок, да, в чем разница? Когда у вас один комочек, вам как наемному сотруднику придется каждый день там работать. Даже если у вас есть наемный продавец, вам все равно нужно будет контролировать его работу, потому что могут обмануть. То есть у вас, да, привязанность тоже, работаешь, деньги есть, не работаешь, денег нет. Сектор Б – бизнесмены, да, люди работают на вас, то есть сеть автозаправок, да, или сеть магазинов крупных. Можете не работать, а доход будет поступать. Ну, допустим, у вас 100 магазинов, в каждое есть директор, да, который работает самостоятельно, ему платится зарплата. Вы можете взять два месяца, уехать на Канары с семьей загорать. Можете, конечно, все это подконтрольно, да, но удаленно сейчас все, все возможно делать, да, спокойно уехали. Или по состоянию здоровья, да, что-то случилось, да, вы можете не работать некоторое время, у вас доходы будут поступать. И это инвесторы акции, ценные бумаги, написание книг, туда же написали книжку, она продается, и детям и внукам хватает, да, даже Гарри Поттера взять автора. Просто нереальные деньги, да, если вы автор. Вот примерно так, да. И все мечтают в сектор левого, да, попасть вправо, чтобы была возможность даже не работая, получая доход. И наш бизнес, мы обучаем вас именно тому, как попасть в сектор Б, когда у вас есть команда директорская, да, вы обучаете профессионалов бизнеса. Спокойно можете, вот три недели мы с Иваном, вот, когда мы вернулись с Москвы, три недели Крым были, ну, мы по России, да, по городам. Крым, Питер, Москва на банкете были на мероприятиях от компании. Три недели не работали, но приехать домой, вот через неделю у нас зарплата поступит на банковский счет. Еще с премией 400, у нас примерно 1000 должно прийти. То есть мы не работали, ну, еще чего? Первый бы месяц, когда пришли в компанию, такого бы не было, потому что у нас не было людей, которые зарабатывают. Мы создали систему, да, мы обучили. Вот вы обучите людей, да, они будут сами зарабатывать, и неважно, работаете вы или не работаете, доход у вас будет поступать. Если вы правильно бизнес строите, да, если вы его строите просто на потребителях, может и не быть дохода. Почему? Потому что потребитель – это перекати поле человек. Сегодня он здесь, завтра там, послезавтра в третьем месте. Да, ему без разницы, где мыло покупать. А если у вас будут предприниматели в команде, такие, как я, например, я уже отсюда не уйду, да, и меня жаба задушит пойти в магазин и купить мыло у конкурента. Потому что я понимаю, что мой товарооборот, и я с него же получаю прибыль, покупаю у себя. Да. И про перспективы дальше. Вот в прошлом году, 2014 год, мы только начинали, директорское звание закрыли, про которое директора, да, я говорю, вас, наша цель – обучить вас стать директором. Вот мы были одни, это гостиный двор, Москва, мероприятие на несколько тысяч человек, занимает первое место в России по уровню корпоративных мероприятий, да, по уровню организации наступают звезды. И спустя год вот такая команда, тут практически все директора. То есть те люди, которые два года назад, да, или год пришли, такими же, как вы, новичками, сказали, да, нам это интересно, научите. Начали делать, дублицировать наши действия и получают свои результаты. Команда растет, представляете, что будет в следующем году. Я вас всех приглашаю, очень хочу с вами увидеться и чтобы у вас такие команды были. Давайте дальше пойдем. Сравним, да, вот традиционный бизнес, глобально так его возьму, и бизнес с Арифейм. Товарооборот, да, и тут, и там товарооборот, и тут, и там люди приходят, что-то покупают в средствах гигиены, да, не тратят лишних денег. Без Арифейм, без Арифейм они придут и купят, или там, или тут. Вот товарооборот привела 10 миллионов рублей. А, ребят, можете вы меня поправить, да, потому что я не знаю точные цифры в традиционном бизнесе. Магазин товаров, да, в крупном городе, магазин товаров в средствах гигиены. Товарооборот 10 миллионов рублей. Примерно сколько там сотрудников? Примерно 20 сотрудников. Это я по рассказанным, да, по рассказанной информации вам говорю. Можете меня подкорректировать, ничего страшного. Сколько у них зарплаты? Продавцы, допустим, директор магазина, ну там 40 тысяч рублей в нашем регионе. Продавцы, 15-20 тысяч рублей, это прям, ну максимум, да, давайте по максимуму. 20 сотрудников по 20 тысяч рублей. Сколько денег нужно вам, как организатору, туда вложить, да, и прибыль вы получаете. Кто знает, можете написать, сколько прибыль примерно у организатора магазина в традиционном бизнесе с товарооборота. Дима Ягарный тут, нет, может он знает. Да, вот если 10 миллионов, может 30-40 процентов. Не знаю вот эту цифру, да, промолчу. А идентифика 20 процентов, да, вот 20 процентов вы, как организатор, от 10 миллионов получите. Сколько это в рублях, посчитайте, я не дружусь с математикой. И бизнес Арифлейн, да, тут цифры конкретно по нашей организации, да, дала. 2 миллиона, 2 миллиона доходов. Бизнес Арифлейн, ну еще вложить туда деньги надо, да, фактор. Бизнес Арифлейн, вы не тратите денежек на развитие, да, вы вкладываете свое время, знания, личностные качества. Тот же самый товарооборот, вот как у нас 10 миллионов сейчас с Ивановым, месяц проходит. Четыре человека в директорской команде уже в топовой доход от 100 тысяч рублей. Мой доход видели в начале на слайде, да, 15 человек директоров у нас доход от 40 тысяч рублей. Примерно 5 человек доход от 15. Несколько сотен менеджеров, да, подрастающих, которые войдут в директорскую команду скоро. Там растущий доход от 1000 рублей и там больше, да. И несколько тысяч человек в команде, которые не развивают бизнес, просто покупают что-то себе. Экономили на средства гигиены, на средства гигиены, все заговариваюсь, примерно 12 тысяч в год. Вот, пожалуйста, да, где выгоднее, что выгоднее, да, и где благодарнее, наверное, чем благодарнее заниматься. Ребята, еще внимательно, в конце я подарю подарок самому внимательному слушателю и самому шустрому. Поэтому слушайте меня внимательно, я в конце задам вопрос по вебинару. Давайте дальше поедем. Слайды не листают. Лично. Сейчас я пролистую тогда здесь. Все зависло. Так, друзья, сейчас перезагружу комнату и должно нормально быть. Слайд. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Если я отключилась, я появлюсь обязательно. Как начисляется доход? Друзья, только официально, через банк с пенсионными отчислениями. Сейчас поподробнее все расскажу. Нет нелегальных выплат на явных кошельки, потому что компания крупная, в 62 странах, и она не может просто так физлицу перечислять денежки куда-то просто так на карту. Только через официальное оформление. И сейчас расскажу, как это происходит. На примере Нади Санниковой. Это наш директор в 6-й группе. Первый месяц работы. Примерно расписала тоже циферки. 500 рублей заработала. Дальше товарооборот начал расти. Вы видите, второй, третий, седьмой месяц 30 тысяч. Всего я посчитала 71 тысяч. То есть она накопила на счету компания Арифлейн свой доход. Что же происходит дальше? Накопила 71 тысячу. Открывает индивидуальное предпринимательство. По времени занимает меньше недели. Платится налог по упрощенной системе налогообложения. Это 6%. Только доходы есть. Никаких заморочек нету с поездками по налоговым инстанциям и прочим. Посчитать налог может вам любой бухгалтер за 300 рублей. Как думаете, с такого дохода можно 300 рублей выделить, чтобы вам заполнили декларацию, вам остается только ее отнести. Кто был в традиционном бизнесе или знакомые, которые вас будут обманывать и говорить... Нет, не обманывать. Говорить, что это все очень-очень-очень сложно. Это столько заморочек еще и должен останешься. Друзья, все это фигня, потому что это традиционный бизнес. У нас очень простая система. Есть доходы, есть декларация, есть 6%. 7% если свыше 300 тысяч доход. Все. Или программы есть для этого. Все просто. Друзья, я разжевываю для тех, кто боится этого всего. 6% сколько на наемном труде платится? 13. Еще плюс работодатель отчисляет. Там до 40% доходит. То, что отдается в государство. У нас самая-самая выгодная схема. И хотите, открывайте ИП, когда у вас доход 2 500. Но смысла нет. Вы заключите договор с компанией. Смысла нет, потому что пенсионный фонд 20 тысяч в год отдавать. У нас все открывают, когда уже доход стабильный есть. Тогда вы понимаете, что здесь все серьезно. Когда у вас поступает доход. Вы его видите, ощущаете уже. Тогда открывается ИП. И дальше что происходит? 8, 9, 10, 12 месяцев в течение года. 12 месяцев, последний доход 50 тысяч рублей, плюс премия 1000 долларов. Итого, вот Владиму подсчитывали, за год, в сентябре будет год, как она работает. ИП уже открыто, скоро будет перечисление первое на расчетный счет. Это один из примеров команды. 21 тысяча примерно в пенсионный фонд, с копейками, по-моему, или 22 в этом году. И 7% сразу взяла, 23 тысячи. Все, 40-40 тысяч, до 341 тысячи. В минус здесь никак не уйти. Да, если вовремя заплатишь, бухгалтера здесь есть, знаете, как это все происходит, то 21 уже входит в 6%, если не отменило законодательство. Нету здесь, нету рисков, что ты куда-то в минус уйдешь. Даже если вы открыли ИП, у вас накопилось 71 тысяча, да, и потом просто решили пойти в монастырь, да, завязать с бизнесом, ну, например, закрыли ИП, вы отдали только за 7 месяцев 21 тысяча, да, то есть 21 поделить напополам, за 7 месяцев 10 тысяч в пенсионный фонд и 6% 70 тысяч. Все, вам в любом случае в плюсе денежки. Да, а, плюс счет в банке, ребят, еще 500 рублей, 341 тысяч, вычтите 500 рублей, да, за каждый месяц введение счета в банке. Вот, собственно, весь расклад. Если есть вопросы, ребят, самые-самые каверзные, задавайте, буду отвечать. Дальше, что происходит? Есть программа «Мой автомобиль» в компании, есть программа «Мой дом». Дополнительно к зарплате компания доплачивает на уровне директора 12 тысяч рублей в месяц. Когда вы вырастили таких же двух директоров, 24 тысячи в месяц, вам компания доплачивает по программе «Мой дом». Если есть желание, компания может оформить вам автомобиль. Не люблю про это говорить, потому что не люблю кредиты, но компания такое предоставляет, поэтому я обязана вам сказать. Кредит на покупку автомобиля со сниженным процентом и на покупку недвижимости ипотеки сниженный процент, да, все это официально предоставляет. Мы больше вам говорим, да, с уровня директора вы уже можете накопить на свой автомобиль. Сотрудничает с автосалоном «Шкода». Можете позвонить, уточнить в автосалоне, да, вам подскажут, что с компанией «Арифлэн» сотрудничает, все это оформляется. И для наших партнеров сниженный процентик. Не хотите брать автомобиль или недвижимость уже есть, просто денежки вам начисляют. Вот нам начисляют, да, у нас авто есть. Сейчас мы не в кредит берем, да, а эти деньги копим на смену другого авто, которое будем покупать за наличные денежки. Да, вот, пожалуйста. То есть компания предоставляет просто так наличку, если вы не хотите приобретать что-либо. Поездки, да, на сайте посмотрите, конференция менеджеров в Анталию. Кто сегодня пришел, вчера, завтра, и кто придет до октября месяца, вы имеете возможность поехать с нами на конференцию менеджеров. Но по условиям не буду останавливаться подробнее, посмотрите. Конференция будет в Турции. Компания вам оплатит один билетик. И вот, собственно, акты, да, за прошлый год, акт, компания в конце года отчитывается, да, сколько она перечислила. За прошлый год с Иваном, то есть у нас было два ИП, сейчас у нас одно ИП, мы объединили номер. Ну вот за прошлый год, миллион, если видно вам, да, миллион триста тридцать, миллион четыреста на моем ИП доход, и четыреста, порядка четырехста тысяч на ИП у Ивана. То есть это вот первые полтора года работы, да, ну, первый год, полтора года работы. То есть нуля, да, доходы. Вывод, да, такой под итог. В стране растет число безработных, это выдержка сайта, в принципе, сайта информационного где-то с новостей, да, в принципе, везде видите по новостям, что в стране кризис, число безработных растет, да. Какие перспективы ожидают вас, если не здесь, да, если вы не захотите здесь разобраться. Да, никаких, собственно. Ну, какие, какие варианты еще, да, чтобы заработать за два-три года на квартиру, на машину и так далее. И вот, да, наша статистика. Первый год работы миллион восемьсот, второй год работы, вот с января по май уже, кому интересно, в конце покажу личный кабинет через экран. Миллион сто, вот за январь, февраль, март, апрель, май. За пять месяцев работы уже заработали, да, да, и того практически три миллиона за два года активной деятельности, повторяю, да. Если бы ничего не делали мы, нам бы компания столько не платила. Пожалуйста, первоначальный взнос квартиры, да, в зависимости от региона. Если Алтайский край наш брать, то покупка целой квартиры, да. А кто-то за недвижимость, да, за покупку квартиры для ребенка 40 лет пашет, и то денег не хватает, потому что все в ипотеку потом. Конечно. Сейчас 19-20 тысяч не верят, да, в МЛМ, как научиться их убеждать. Сейчас расскажу. И давайте поэтапно. Первые, один-два месяца обучения себя. Информации очень много, у вас такая каша в голове будет. Я это все понимаю, мы это через все проходили, да, но постепенно все устаканит. Дальше. Два-двенадцать месяцев, это обучение партнеров, у вас уже будет команда, формирование команды, да, обучение, как формировать команду, организовывать. Двенадцать месяцев и более, обучение ваших партнеров, формировать команду и получать доход. Бизнес у нас командный. Без командной работы ничего не будет, да, у нас к любому человеку в команде обратитесь, да, к директору, он обязательно поможет, подскажет, да, свою информацию. И ваша задача тоже так же будет заключаться в этом же. Давайте отвечу, да, пока вопрос не убежал. Не верят в МЛМ, да, как научиться их убеждать. Просто знать факты, знать, да, и оттачивать профессиональные навыки преподнесения информации, да, и ни в коем случае не надеяться, что сто процентов людей, которые вас послушают, они придут в этот бизнес. Они не нужны, друзья. Если бы все здесь были, если бы все соглашались, начинали работать, добивались результатов, кто бы лечил, деток учил наших, на конференциях бы обслуживал, да, официантами, уборщиками был. Кто? Кому-то нужно это делать. Поэтому вполне нормально. Мы возьмем наш бизнес, возьмем любой другой вообще, любую другую сферу в мире. Все становятся успешными, профессионалами, хорошо зарабатывают деньги. Не касаемо нашей, да. 10% всего. Это только упертые, терпеливые люди, которые очень много работают над собой, много обучаются, зарабатывают профессионалы, дилетанты не зарабатывают. Сферу стоматологии возьмите в городе, да. Сколько стоматологий? Много, много, да. А сколько профессионалов? Их очень мало. Да. Поэтому, какие факты, например, а у меня дальше, Ларисочка, будет слайд с фактами, да. А если человек факты видит и все равно какую-то ерунду говорит, то он вам не подходит. Зачем он вам такой? Здесь только умные самые люди остаются, да, грамотные, которые готовы разбираться. Не все будут предпринимателем, да, вот он слайд, да. Будут приходить тысячи. И это нормально. Это вполне нормально. Вот чтобы создать директорскую команду сейчас, которая у нас есть, да, большую, нам тысячи пришлось перебрать, да. И мы готовы еще тысяч людей перебрать, дать информацию. Потому что мне не сложно. Мне не сложно тыкать на мышку, да. Это не работа шахтера, которая там физических усилий требует, да. Это работа умственная. Работа мышкой, работа умственная, да, работа разговаривать с людьми, общаться с ними, доносить до них информацию. Если у партнера не получается, вдруг-вдруг так получится, да. Вы пригласили подругу. Конечно же, кого в первую очередь, если вы узнали перспективы, кого нужно приглашать в бизнес? Конечно же, близких. Почему? Потому что с ними кайфово путешествовать. Из окружения 90% ваших, да, которым нужны деньги людям. Их в первую очередь нужно приглашать. Если вдруг у них не получится, да, что они рискуют, конечно, они рискуют сэкономить семейный бюджет, да, денежек больше в семье останется. Рискуют получить подарки, бытовую технику. У меня дома вся бытовая техника, это Reflame. Рискуют стать красивее, ухоженнее и так далее. Даша, знакомые не верят до сих пор, да, это нормально. Поверят, придут, будут проситься, когда вы начнете зарабатывать. Это вполне нормально. Но если вы берете на этом этапе всех знакомых, да, всех не переберете, потому что они у вас каждый день появляются. У вас будет один-два человека, которые скажут, да, мне это интересно, да, у которых действительно петух в попу клюнул, да, не те, которые понтятся, говорят, да, мне нужны деньги, но ничего не готовы ради этого делать. Те, кто действительно готов что-то делать, для того, чтобы зарабатывать. Вот, нормально они придут, видят. Да, покажите. И работа спонсоров, да, зачем мы нужны, директора вышестоящие. Пожалуйста, соединяйте по скайпу, все справки, все это открыто на экране. Вот, пожалуйста, показали личный кабинет, как сам зашел, да, в банк. Все это вот, они факты. Итог, да, у нас есть пошаговая система, стопроцентный результат мы гарантируем при соблюдении всех рекомендаций, да, если наше действие будете повторять, доход только официальный, денег вкладывать не надо, работа из дома, онлайн. У нас есть онлайн-вебинары ежедневные, у нас есть скайп-чаты, планерки, сайты, и команды бренд у нас на данный момент самая быстрорастущая команда в стране. Это можете видеть на мероприятиях, это можете видеть по рейтингам, очень-очень интересно, да. И факты. Ну, давайте я не буду все, наверное, перечитать выборочно, то есть я вам тоже здесь выбрала из 33, видите, по пунктикам. Выберем, да, акции компании котируются на фондовой бирже. Пять заводов у компании, более 4 тысяч сервисных пунктов только в России. Основатели компании были удостоены звания Швиды года в 2003 году, то есть ради этого звания был достоин Альфред Нобель. Если вы перечисляете эти факты, и человек все равно говорит какую-то ерунду, он вам не нужен в бизнес. Да, вот они факты, да, мы тут не бабушки на лавочке, чтобы склетни какие-то собирать, да, вымысла много, что попало, могут писать, говорить, но смотреть нужно фактически на ситуацию. Неофициальный доход невозможен. Вы попали в крупную гигант-компанию. И по поводу дохода, какой доход вам интересен, да, ничего не зарабатывать, или же 5 тысяч рублей, или 150 тысяч рублей, все зависит от того, насколько грамотно вы научитесь давать информацию про личный товарооборот. Потому что, как я уже сказала в начале, в любом бизнесе деньги не берутся из воздуха. Их платится за, только за товарооборот. И следующий слайд, я вам даже сейчас дам ссылочку, она у меня под рукой оказалась. Сколько делают вообще личных баллов партнеры? Один балл равен 30 рублям примерно. Вот можете пройти по ссылочке, посмотреть. То есть у нас каждый каталог проводится розыгрыш, еще дополнительно. От нас подарочки тем, кто делал заказы. И партнеры заполняют вот такую форму. Посмотрите, тут пишут, то есть как они делают личный товарооборот, сколько баллов. Если посмотреть, начиная тут у Галины, у нас козловой 1140, это очень-очень много баллов. Достаточно 150 баллов. И видно, да? Полистайте. И видно, что люди пишут, которые когда-то пришли новичками, они пишут, что это все просто. Много пишут, кто был, ну, это продукция, витаминки. И смотрите, заказ. Вот у вас создалась организация 1000 человек через полгода, да? Допустим, они покупают одно мыло. Можно одно мыло купить? 50 рублей округливо, да? У нас дешевле мыло есть. Доход 5000 рублей, потому что товарооборот 50 тысяч рублей. Примерно 5000 рублей ваш доход. А если у вас 1000 человек, которые себя и окружение помыли на 4000 рублей, да? Себя и еще 3 семьи вокруг. Можно это сделать? Мы говорили, среднестатистическая семья на 1000 рублей моется. Можно, конечно. Товарооборот уже будет 4 миллиона рублей. Ваш доход 150 тысяч рублей. Выгодно? Выгодно, пожалуйста, да? Если особенно показывать на цены, да? Человек узнает, что цены дешевле, чем в магазине, да? Качество выше. Очевидно, вы видите, в принципе, по табличке, да, что люди очень сильно любят Арифлейм и как они хорошо и моются, да? И любят. Если вдруг, скажете, да, моюсь хозяйственным мылом, не бреюсь, духами не брызгаюсь, да, ничего не покупать не хочу, да, пожалуйста, не покупайте. Вот привела скрин из Авито кабинет, да, люди ищут работу. Есть люди, которые ищут работу продавца. Наладили отношения с ним. Он вам делает товарооборот, да, вы его делаете на личный номер, таким образом у вас есть товарооборот, личный заказ, проблема решена. Но немножко в этом случае рост дольше будет у вас, потому что у вас вот завтра придет партнер, вот я ваш новый партнер и спрашиваю, а как делать заказ? А вы, допустим, не знаете, да? Или а какое мыло лучше или шампунь какой лучше? А вы, так как не знаете продукт, вы что посоветуете, да? У вас товарооборота не будет и дохода потом не будет. То есть здесь, если ко мне человек обратится, я всегда знаю, потому что я все перепробовала, да, я знаю, что подходит мне, что мне не подходит, да, что может человеку не подойти. Все. Мальчишкам достаточно, муж у меня пену берет для бритья, шампунь, мыло и витамин. Все. Ему это достаточно для того, чтобы строить здесь бизнес и зарабатывать 250 тысяч в месяц. Чем больше предпринимателей вы обучили, да, чем больше у них доходы, тем выше ваш доход. Друзья, давайте не обсуждать, да, такие темы, компаний, других. Мы обсуждаем только позитивную информацию и про наш бизнес. Партнеры вам нужны активные, умные, обучаемые, адекватные, честные, позитивные, амбициозные. И если вы общаетесь с человеком, а он вам в ответ маты шлет, в принципе, такой партнер вам не нужен. Зачем он такой вам? Ищите тех людей, которых вы видите, подобных, которых вы видите на вебинарах, выступают спикеры, да, ищите подобных. Таких очень много. И вот наш личный результат коротко, да, два уже года назад, перспективное будущее, которое нас ожидало, декретные мои 2900, бывая на потолок в доходах, там максимум 50-60 тысяч рублей будет, да, кредиты были, и вот такая жизнь по шаблону государства, в принципе. Нас это не устраивало, и даже если бы был хороший доход у нашего папы, да, у Ивана, мы бы его с малышом не видели. С утра он ушел, малыш спит, пришел уже малыш, а, еще спит с утра, вечером уже спит. Вас такое не устраивает, да, если можно 24 часа в сутках проводить с семьей, почему не пользоваться этим? Тем более для достижения этой цели не нужно 40 лет пахать на дядю, на какого-то, да, всего сразу, в принципе, начинаешь, да, через полгода, если на работу на наемном труде, увольняешься, доход переваливается, да, пожалуйста, проводи время с семьей. Да, папа не видел, а у меня малышня играется. То есть Арифлейм дает стиль жизни. Это не просто место, где вот работу, да, мы вам предлагаем. Это то место, где у вас действительно тропинка к счастью проложена, да. Я счастьем не считаю то, когда там миллион рублей доход в месяц, да, и все, собственно, да, больше никаких плюшек нет. Я считаю, что счастливый человек тот, у которого и здоровье, не берем частные случаи, да, со здоровьем, в отношениях с окружающими, в семье, в карьере все прекрасно, есть время на личностный рост, на работу над собой, путешествия есть, можно мир посмотреть, да, ребенку показать, духовность и, конечно же, доходы. Когда вот это все в комплексе, это все гармонично, вот оно и есть счастливая жизнь, да. Если берем наемный труд или крупный бизнес традиционный, везде есть какие-то свои минусы. Здесь же все в комплексе, и здесь, ну, просто будете кайфовать, да, и получать удовольствие от каждого дня прожитого. Сейчас у нас, конечно же, мы уже индивидуальные предприниматели, я вам показала, кредит закрыт с помощью Арифлеем. Первый наш банкет директоров, фотография. Теперь в этом году банкет директоров, да, то есть признание, призвание, признание, говорю, путешествия в Монте-Карло мы были, круиз Испания, Италия, Франция от компании, все в соцсетях, фотки найдете, на Ютубе есть видео. На Гуа мы съездили тоже, это не от компании, а на деньги компании отдельно с нашими директорами уже, которые когда-то новичками пришли. Признание на сцене Крокус Сити Холл, концертная площадка в Москве, загуглите, кто не знает, да, где выступают звезды, Дима Билан. Вот, фотография за кулисами поймала Диму Билан. То есть вот это все то, к чему вас мы приглашаем, да, и чему мы вас обучаем. Не просто, чтобы шампуньку покупали, да, не просто, чтобы на вебинары ходили и просто там глазели, да, как живут другие. Мы показываем свои результаты для того, чтобы вы тоже этого захотели и начали действовать. Потому что смотреть можно сколько угодно, да, видеороликов классных, очень много людей в компании, тысячи просто зарабатывают, да, много миллионеров уже, уже и давно, да. Но если просто смотреть на это и хотеть, ничего не произойдет. У них доходы будут увеличиваться, у вас нет. Действовать надо. Действовать, и только действие принесет такие же результаты. И спасибо нашим спонсорам, когда мы пришли в компанию, они тоже делились своими результатами. Они нас вдохновляли, они нас мотивировали своим стилем жизни, да, показывали также фотографии. И нас это толкало в действие. Благодаря этому мы сейчас имеем то, что вот имеем, да, и последняя фотография, это наш малыш. Ему сейчас скоро будет два года, год и восемь вот был на днях. За вчера. Вот. Время с семьей – это самое ценное, и бизнес вам это даст. Да, и доходы, и время с семьей. Это, ну, больше нигде такого не встретить. Так, слайды зачем я выключила? Сейчас я вам его их включу. У меня чуть-чуть осталось, на следующий вебинар будут суперспикеры, информация с Москвы, поэтому оставайтесь. Так, так, так. Сейчас, еще чуть-чуть. Добьется результатов, кто готов много обучаться, кто не ждет маны небесной, кто позитивен, у кого высокие амбиции. Потому что если пришел человек, и он хочет заработать 2000 рублей, ничем не можем помочь. Да, 2000 рублей можно деньги сразу заработать, показав каталог, да, порекомендовав продукцию знакомую. Если серьезные цели, да, высокие амбиции, доход 100, 200, 500, не побоюсь сказать, да, кого-то напугаю, может быть, ну, у нас ближайшая цель доходы увеличить в два раза, да, чтобы у нас доход был 500 тысяч в месяц. Компания дает. И это деньги не из воздуха. Мы создаем товарообороты для компании большие, и она с нами делится? Совершенно очевидно. Если она не будет нам платить доход, мы не будем для нее создавать товарообороты. Совершенно очевидно, да, и у вас точно так же. Что сделать прямо сейчас? Слезите со спонсором, который вас пригласил, с менеджером, с директором, обязательно познакомьтесь, с вашей стоящим. Пообщайтесь, убедитесь, что именно с вами можно сотрудничать и помогать вам. Почему? Потому что поток людей очень большой идет. Да, я вначале вам показала, 5 миллионов людей ищут работу. Это только на одном сайте. Только на одном, да. Сколько ищут? Просто миллионы ищут работу, ищут доходы. По 2013 году, ой, если я вам не совру, Ваня смотрел, сколько ипшек было в традиционном бизнесе открыто. То ли 3 миллиона, то есть в России. То есть те люди, 3 миллиона человек, которые захотели начать свой бизнес. Да? И 90% из них через 3 года их уже не будет. Но это так и есть, да. Этих людей много. Просто наша работа, их перебирать, да, и находить своих алмазиков, которые скажут, да, и начнут что-то делать. 40 миллионов каждый месяц ищут, да, 900 тысяч юридических лиц открылось в 2017 году. Вот Дина Игарнин показывает. Дей очень много, важно найти. У кого-то раньше приходят, у кого-то позже. У кого-то карточная колода, здесь то же самое, да, все не нужны. Тузы вы знаете совершенно точно, взяв колоду, что они там есть, тузы. Но где? Вы знаете? В начале или в конце? Вы знаете. У нас точно так же. Мы перебираем, перебираем, перебираем людей. Может быть, в один каталог, да, у нас придет сразу 5 ключевых партнеров, в следующем каталоге будет идти, так, шип по 3, да, кто ничего не будет начинать делать. Но при систематических действиях и при терпении результат, его не может не быть, да, мы даем 100% гарантию результата. Это действительно так. Потому что у сотен, у тысяч других получилось. По-другому не может быть. Получите все инструменты для работы, поставьте цель дать себе 200 дней. 200 дней, ни неделю, ни месяц. За неделю, за месяц не будет результата. Или будет, но он маленький будет. Вы только разберетесь за месяц, за два. Немножко разберетесь, да. Так же, как вот вы где-то раньше учились, получали профессиональные навыки. Допустим, кто-то юриста, да, кто-то врач пришел. Сколько лет учились? Вас сразу в первый месяц пошли врачом, там, хирургом работать, операции удачно получали сделать. Нет, конечно. Обучиться 7 лет. Еще практика, да. Еще как обычно у нас. 5 лет учатся, денежки за образование вкладывают. Сколько лет нужно, чтобы отработать эти деньги? И в плюс выйти. Да. Здесь же в течение 6-12 месяцев уже выходишь на доход более-менее комфортный, да, дальше его увеличиваешь. Делать, делать, делать. Только действия приведут к результату, друзья. И вот такой слайдик, да, великие миллиардеры, инвесторы, что говорят про наш бизнес. Да, вот, прочитайте сами на слайде, один я зачитаю. Дональд Трамп, американский миллиардер, на одном из телешоу его спросили, что вы делаете, если все потеряете? Он говорит, я займусь сетевым бизнесом. Зрители засмеялись. А он что ответил? Именно по этой причине, если же здесь, а вы там. Психология людей отличается, да. Психология богатого человека, психология бедного человека. Бедный ищет, где бы сегодня 1000 рублей заработать. Богатый ищет возможность, где бы через год 100 тысяч рублей заработать. Если еще мысление не перестроилось, все это перестроено, все это меняется. Я тоже очень многого не знаю, да. Посмотрите на меня, я в принципе вообще не профессионал, да, и в бизнесе пришла без каких-либо навыков, пришла студенткой, да, но это не помешало мне сейчас с Иваном зарабатывать хорошие деньги в компании, да. А вы приходите, вы приходите уникальные, каждый из вас уникален, и каждый из вас тысячу раз умнее нас с вами, да. Вы здесь делаете такие результаты. Если еще не уверены в себе, поверьте, у вас такой потенциал есть. Главное его раскрыть. А раскрыть его получится, если есть цель. Да, если цели нет, ничего не получится. ИП на другого можно оформить. Да, Ирина, если вы зарегистрировались на себя, а потом перевели номер на близкого родственника, на него можно оформить ИП. Но внимание обращаю, что все поездки, заграничные конференции будут компанией оплачены, бесплатно на это лицо, на которое оформлено ИП. Да, ну вот вы можете там, мама, папа, брат, сестра, если есть муж, да, он может открыть ИП. Обычно как бывает, у нас приходят, да, топ номер один в мире Владимир Полежаев, он бывший военнослужащий тоже, да, и у нас много людей приходит, которые не позволяют открыть. Но когда человек здесь доход увеличивает, да, он видит, что ему не надо с 8 до 8 сидеть, перед дядей отчитываться, да, нервы свои тратить на наемном труде, да, он получает все кайфы здесь, он потом увольняется и все. Все очень просто. ИП можно на жену оформить. Да, друзья, у меня, в принципе, вся информация. У нас сейчас следующий очень классный вебинар. Я хочу вам всем пожелать найти работу себе по душе, и вам никогда не придется работать. Я вообще не работаю. У нас это хобби, просто нам кажется, что нам переплачивает компания, потому что для нас это хобби. Нам нравится общаться с людьми, с вами общаться, классными, позитивными. Когда вы задаете вопросики, да, Светлана, можно задавать самые-самые сложные, самые глупые вопросы, можно задавать, давайте две минутки прям. И я вам задам вопросик, я вам обещала подарок самому шустрому, да, самому шустрому и внимательному. А, про вопрос, да, самому шустрому и внимательному. Я, как только получу ответы, я поставлю чат на блокировочку, чтобы они, потому что они убегут, и я не увижу. И у кого первого увижу ответ, да, я вам озвучиваю, и вы это сами увидите, тому отправлю подарок. Так, мой скайп сразу, так, сразу диктую, а, нет, сейчас отправлю подарок, напишу вам скайп, и в скайп ко мне обратитесь, победитель. Пожалуйста, менеджеры, ключевые партнеры и директора, не отвечайте. Я спрашиваю сейчас новичков, которые вообще первый раз на этом вебинаре, которые сегодня зарегистрировались, или вчера. Да, скажите, пожалуйста, я сегодня называла, вы станете директором через полгода, и какой товарооборот у вас будет по команде. Кто внимательно кушал? В рублях товарооборот в команде. Так, кто сблокировала чат? Ребят, вот сейчас можно, по-моему, писать. Нельзя, да? Так, вот сейчас можно писать. Первый ответ неправильно. Нет. 100 тысяч? Нет. 4 миллиона? Нет, нет, нет. 220, еще, еще варианты давайте. Я смотрю, я не вижу верный пока. Директор, товарооборот директора. О, все, нашла правильный ответ. Елена Саенко. Я сегодня 200 тысяч рублей написала на слайде, что директорский товарооборот. Вообще от 200 тысяч рублей, ребят. От 200 и выше. Примерно такой, я называла такой, писали 220, я видела, 220 тоже, в принципе, верно, да? Но я сегодня сказала 200, поэтому вот кто забетел, вы меня уж не ругайте, да? Елене Саенко, если правильно фамилию произношу, подарочек отправлю. Елена, мой скайп, пожалуйста, вы мне напишите сейчас. Алена Вавилона, мой скайп. Елен, хорошо, я вас буду очень-очень-очень ждать. И попозже я вам все напишу, я вам отправлю подарок какой-нибудь очень вкусно пахнущий, приятно пахнущий, точнее. Да, старший менеджер, директор. Спасибо за участие, ребят. Очень рада была с вами пообщаться. Сейчас очень-очень супер-классный вебинар. Я в скайпе, кто хочет со мной познакомиться лично, рассказать про себя, можете тоже обращаться. Всех рада видеть, пусть у вас все будет здорово в жизни. Желаю всем крепкого здоровья, всем пока-пока, целую. Продолжение следует...